Если вы делите какое-то растение, например, вот любисток. Любисток это многолетнее, очень полезное культурное растение, которое душистое и заменяет петрушку. Если вы обратите внимание, то все стебли у него полые. Для того, чтобы сюда не попадала вода, а мы стебли удалили, потому что нам нужно было, чтобы быстрее приживалось растение, то мы вот так вот наклоняем и сжимаем. И теперь вот под эту крышечку вода не будет попадать. Всегда, когда мы размножаем растение с полым стволом, не нужно забывать делать эту процедуру. Ароматные листики любистока я принесла домой. Все негодные части я обрезала, поставила его в воду. Если вы не готовы сейчас с ним работать, делать заготовки, то лучше его укрыть влажным, одноразовым, таким кухонным полотенцем. Полотенце нужно намочить. И вот так вот заматываем или накрываем. Под влажной салфеткой и в воде он продержится дня два. Но я думаю, что завтра я обязательно обработаю. Что же можно сделать из этого любистока? Когда находится время заняться любистоком, то вот можно сделать следующее. Его вот так вот измельчить, так как мы обычно поступаем с петрушкой. И положить форму для льда. Мы заливаем ячейки обычной водой. Лучше, конечно, если она у вас будет структурированная, может быть, предварительно замороженная, для того, чтобы она еще и целебная была. А часть, кстати, кубиков вы можете заполнить подсолнечным маслом. В нем есть вода, поэтому оно прекрасно застывает. А потом для того, чтобы не держать форму в холодильнике и пользоваться ей, вы можете просто выдавить эти кубики и аккуратно переложить в пакетик целлофановый. И так вот в закрытом виде хранить до тех пор, пока они вам понадобятся. Положить в суп, в жаркое, в приправу. Вот так вот душистый любисток помогает нам в кулинарии.